Ну на самом деле, в прокуратуре ежедневно идет текущая работа. Раскрываются и поддерживаются процессуальные руководства по делам, связанным с убийствами, изнасилованиями, кражами, преступными группировками, наркомафией и так далее и тому подобное. Но сегодняшняя информационная ситуация и попытки отдельных людей делать пиар приводят к тому, что почему-то общество концентрирует внимание им исключительно на конфликтных ситуациях. У прокуратуры сегодня негативный имидж сложился в обществе. Я думаю, здесь никто мне не скажет обратное. И вот, учитывая... Ну радует, что вы это понимаете. Учитывая... Любой здравый человек это понимает. Ежедневная информационная война, дискредитацию, она к тому, естественно, приводит. Понимая это, отдельные общественники, а также отдельные неудачные прокуроры, что должны сказать? Прокуратура плохая в глазах людей. То есть я скажу, прокуратура на меня, к примеру, давит. Меня уничтожают. Отлично. Ты сразу же получаешь поддержку, большую поддержку общества. А при этом рассказать, а что ты сделал за время работы в прокуратуре, если брать отдельных моих коллег. Сколько дел ты раскрыл? Сколько дел довел до суда? Какие реальные результаты твоей работы? Почему-то говорить иногда не хочется. Поэтому, естественно, в системе есть много проблем. Их решать надо. И совместно с народными депутатами, законодательно. И совместно с гражданским обществом. Но и в то же время необходимо сосредоточить также, я прошу и СМИ, и всех, на реальные будни работы прокуратуры. У нас достаточно показательных. Я прошу прощения, но судя по последним вашим пресс-конференциям, вашим в том числе, складывается ощущение, что у системы есть проблемы. И имена этих проблем – Касько, Крабатюк и ряд других фамилий, чтобы всех долго не перечислять. Больше вам не о чем говорить на пресс-конференциях? Вот этот всплеск информационной активности связан почему-то только с конкретными делами. Почему? Ну вот смотрите, на самом деле мы говорим о многом и даем информацию ежедневно. Но средства массовой информации, при всей уважении к журналистам, даже из тех брифингов, которые провожу я, выделяют моменты, связанные с Касько. Вот на этой неделе мы возбудили уголовное дело по преступной группировке в Запорожье смотрящего. Об этом показали лишь единицы телеканалов, зато про Касько показали все. Я рассказал и буквально документально подтвердил, что нет ни одного уголовного производства на моего коллегу Сергея Горбатюка. Ни одного, ни о каком подозрении ему не может идти речь. Однако ряд средств массовой информации, к сожалению, эту информацию не опровергли. Хотя все утро говорили, что Сергею Горбатюку хотят вручить сообщение о подозрении. Есть вот такие вот моменты. Мы вынуждены также выходить в информполе, информировать о своей работе, о ситуации, которая сложилась. Касько, ну какая это проблема? На самом деле это никакая не проблема. Есть уголовное производство. Мы призвали всех, журналистов, общественников. А сколько их уже, кстати, против Касько, напомните? Одно единственное. По поводу квартир? Одно единственное вообще уголовное производство в отношении моего бывшего коллега Виталия Касько, связанное с незаконным получением двух квартир. И не только по нему. У нас уже пять прокуроров дополнительно, которые получили квартиры в Киеве, так же, как и Касько, проходят по этим делам. И они не последние. У нас целая проверка идет по всем регионам Украины. Давайте, чтобы закрыть тему Касько, как вы можете прокомментировать заявление главы антикоррупционного бюро Сытника о том, что нет состава преступления в действиях Касько? Очень корректно прокомментирую. У Национального антикоррупционного бюро есть своя подследственность. У нас есть своя подследственность. Его коллеги, и они справедливо не увидели в его деяниях должностного преступления. Речь идет о нарушении закона, возможным Касько, как физическим лицом, которое подавало как физическое лицо документы на квартиру. Что сделали мои коллеги из антикоррупционного бюро? Они переквалифицировали статью со 191-й под следственным им на 190-ю, называется мошенничество. То есть рассматривали ее под другим углом? И передали нацполиции. Если бы они не видели состава преступления, они должны были это дело закрыть. Вынести постановление о закрытии уголовного производства. Таким образом, мои коллеги увидели возможное мошенничество, и передали нацполиции, и сдали такое постановление. Вот и все. То есть здесь все нормально. Понятно.